Вот как только вы слышите эту фразу, вот вообще с этим человеком можно не иметь ничего общего. Их энтузиазма хватает на полторы недели. Счастливым можно стать где угодно. Ты хочешь просто быть в форме или быть чемпионом? Нет ничего, на мой взгляд, прекрасней сильной женщины. Твоя вторая половинка должна стать на время, но опорой. Значит, жизнь после смерти существует. Кто-то сказал, что у Бога нет рук, кроме твоих. Это самая большая боль. Хочу стать президентом. И это возбуждает. Самое главное, не остаться в области женских юбок. И тогда ты чувствуешь, как в тебе мужское начинает просыпаться. Нет ничего приятнее для женщины. План есть вообще у всего мира. Иудеи думают, что Месси это некий человек, а каббалисты считают, что это поколение. Но прожить не свою жизнь, чужую, и выкинь весь этот мусор из головы. Кто-то жалуется мне, а семью хочу. Я говорю, окей, а что такое семья? Все, человек сел в лужу, потому что он не знает, как это. Но это когда два любящих человека все время вместе. Все время? Все время. Хорошо. Тут вот одному посрать захотелось. Второй должен присутствовать рядом? Не, ну чего уж вы так? Объясни мне, что такое все время? Что такое вместе? Вместе физически, вместе мыслями? Ну, мыслями. А работать как надо? Если я отвлекся в этот момент? То есть нет образа. Но слово всем известно. Слово всем понятно. Что такое семья? Но когда спрашиваешь определение этого, ну, самое распространенное, это ячейка общества. И что ты сейчас сказал? И я не знаю, что это такое? То есть, ну, ты хочешь ячейку общества? То есть, ты выйти замуж, чтобы у тебя была ячейка общества? Типа, о, у меня ячейка общества. Это тебя удовлетворит? В этом смысл? И рождение ребенка, чтобы он тоже был частью ячейки? Что это за выражение? Это просто абстрактные слова, которые надо внести, я не знаю, в какой-то словарь по определению. Но как ты действительно понимаешь, какой у тебя возникает образ? Слово – это всего лишь информация. А эта информация должна внутри иметь эмоциональный окрас. И как раз это эмоциональный окрас – это твой опыт. Опыт той семьи, в которой ты вырос и так далее. Поэтому, когда лектор говорит «семья», окей, слово одинаково у всех, эмоциональный окрас разный. По-разному приняли информацию. Поэтому приезжает какой-нибудь человек и говорит вполне объективные истины. Но слушатели делятся на два лагеря. Одни говорят «да, интересно», а другие говорят «чушь собачья». Информация одна, реакция разная. Поэтому вообще не надо об этом заморачиваться. Я должен просто подумать, окей, кто я, как принимающий информацию? Зачем мне нужна информация? Одна из таких сейчас часто распространенных фраз людей, которые ходят по всяким тренингам личностного роста, смотрят какие-то, не знаю, программы, читают книги. Они говорят «ну, это я уже знаю». Вот как только вы слышите эту фразу, вот вообще с этим человеком можно не иметь ничего общества. Опять же, с чего ты взял, что ты настолько важен, чтобы тебе дали какую-то новую информацию? Окей, в какой-то момент, сейчас так много информации, ты можешь в какой-то момент знать все. И тебя уже ничем не удивить. Но от того, что ты все информационно знаешь, что там в твоей жизни происходит? Многие люди думают, что они, вот это чувство новья, чувство чего-то нового дает очень интересную иллюзию, иллюзию того, что я расту, ну типа я что-то новое узнал. Не растешь. Ты должен это знание превратить в практический опыт. Вот что может позволить тебе вырасти. И что самое забавное, все мировые тренеры, там взять Тони Роббинса, которого сейчас хаят просто, после приезда в Москву, все мировые люди, которых нанимают крупные корпорации, там не тупые люди сидят, крупные бизнесмены, они говорят настолько простые вещи, которые ты мог знать вообще с пятого класса. То есть ты ничего нового на них не узнаешь. Но ты там понимаешь, что тебе и не надо узнавать нового. Делай прописные истины, которые были прописными истинами и сто лет назад, и сейчас они такие. То есть, собственно, тогда вопрос о чем? О познании или о действии? Практики, которые мы изучаем, они безопасны. Но да, есть тот, кто готов к этому, и есть тот, кто к этому не готов. И, по сути дела, определяет готовность, это способность преодолевать страх. Когда у меня произошел в 19 лет выход из тела, я очень сильно боялся ложиться спать. Мне уже 19 лет, взрослый мужик. Очень сильно боялся ложиться спать. Потому что я думал, что сейчас это опять произойдет. Но не произошло, и потом не произошло. Потом я начал тренироваться, у меня не получалось. И страх был очень большой. Но я нашел способ, как преодолеть этот страх. У меня не было учителя, у меня не было интернета, у меня не было литературы. Мне не у кого было спросить. Никто вокруг понятия не имел о том, что это такое. И поэтому я столкнулся со своим страхом лицом к лицу. Но я любил это. Я в этом увидел свой смысл. И поэтому просто туда шел. И это определило то, чего я добился на этом поприще. Многие же люди, приходя учиться, думают, ну окей, сейчас я там стану экстрасенсом, открою себе третий глаз, начну там в казино выигрывать большие суммы. То есть они видят, как это в кино. Они видят, как это показывают. И рисуют, на что это похоже. Как это должно быть. Но когда ты им показываешь реальный путь, когда ты говоришь, окей, вот так. Знаешь, насколько хватает терпения у новых учеников двигаться? Я замерил по последним данным. Полторы недели. Их энтузиазма хватает на полторы недели. Через полторы недели хочется сдаться. Хочется бросить. Уйти. И кого-то оставляют деньги заплаченные. Ну я же заплатил, окей. Кто-то врубает силу воли и двигается. А кто-то просто, ну, слушает. Расширяет свой кругозор, но реально не двигается. Поэтому может ли человек от этого сойти с ума? Ответ нет. Потому что причина сумасшествия, а я в силу своей профессии перевидал очень много психически больных людей. Реально психически больных людей. Это страшное зрелище. Стать счастливым можно и в деревне. Стать счастливым можно и в глуши, будучи одному. Счастье никак не связано с твоими внутренними способностями, которые в тебе спят. Мы можем убедить себя, что сначала мне нужны какие-то способности, сначала мне нужно обзавестись чем-то, что есть у людей в этих больших городах, что есть у тех, кто сейчас в тренде, кто сейчас на Олимпе. И тогда я стану счастливым. Нет, это всего лишь убеждение в твоей голове. Счастливым можно стать где угодно. Просто в маленьких городах есть ограничения. Ну, там ресурс ограничен. Во-первых, ограничен человеческий ресурс. То есть, не то чтобы там маленький выбор, но в данном случае люди, которые представлены там, хорошие, прекрасные люди. Но они также со своими пределами. То есть, я не знаю, в чем разница между просто человеком, занимающимся в спортзале, и чемпионом. То есть, человек, занимающийся в спортзале, он в хорошей форме. Он отлично себя чувствует, он здоров, он может бежать, он может тягать тяжести, выполнять какие-то акробатические трюки. А есть чемпионы. То есть, что ты хочешь? Ты хочешь просто быть в форме или быть чемпионом? И все. Поэтому, собственно, разница в стремлении. Но счастливым можно быть и просто занимаясь в спортзале, не имея золотых медалей, не имея признания. Дело в том, что большинство из нас размышляет короткосрочными выгодами. То есть, лучше я сейчас кайфану, чем потом. И это желание. То есть, как некая способность насладиться сейчас, если она доступна. Намереваться человек не может автоматически. Хотеть может автоматически. И это желание. А намерение – это наша способность, которая возникает при усилии воли. При неком дополнительном сверхусилии. И, естественно, намерение приносит больше плодов в жизнь человека, нежели чем просто хотеть. Есть некие вещи, которые во мне уже есть. Моя мама очень сильная женщина. Сильная, решительная, волевая. И мне уже нравятся сильные, волевые. То есть, когда я встречаю женщину со стержнем, внутренним, блин, я не могу, меня это привлекает, меня это тянет. И кто-то говорит, ну, это мужская черта в женщине. Окей, пусть так. Но нет ничего, на мой взгляд, прекрасней сильной женщины. В чем смысл союза мужчин и женщин? Мужчина – это локомотив, который тянет за собой пояс семьи. Он ставит цель, и он туда идет. Но бывают моменты, то есть, как бы мужчина уходит на войну и возвращается оттуда раненым. То есть, без сил. И вот в этот момент женщина берет руководство на себя. Пока муж залечивает раны, пока он восполняет свою энергию. Она начинает на себе тянуть. А если жена является просто вот такой супер-пупер девочкой, вот сейчас очень популярна, должна быть такой вот прям женственной-женственной-женственной, и все, что ты можешь, это только вот там краситься, ходить по салону, да, и быть всякой такой привлекательной, и все, и, грубо говоря, вся твоя ценность. То есть, когда мужчина слабнет, что делает такая женщина? Либо она из него... Короче, она, как правило, предает его. То есть, либо она на него седает, как так, то есть, она не сставляет. Я ничего не могу, ты должен быть... Она не может его и вдохновить ничем. Потому что с такими девочками очень прекрасно быть рядом, ты чувствуешь себя мужчиной и прочее. Но когда ты ослаб, твоя вторая половинка должна стать на время, но опорой. Моя точка зрения никому не навязывает. Поэтому, дорогие дамы, если кто-то в себе чувствует какую-то внутреннюю силу, не думайте от этого избавляться. Просто научите ее правильно прикладывать. Человек в 19 лет не способен испытывать депрессию. Все вот эти подростковые депрессии, все это не депрессия. И вам любой психиатр об этом скажет. Все это, не знаю, способы манипуляции окружающим миром. И мне приснился необычный сон, в котором я подхожу к самому себе, засовываю руки в брюшную полость, за что-то тяну оттуда. И такая очень четкая мысль, хочу выйти из тела. Но после этого я проснулся. При этом я очень четко понимал, где я, сколько сейчас времени, кто я и так далее, что происходит. Но была одна маленькая деталь. Я не мог пошевелить телом. То есть, этот феномен называется сонный паралич. Сознание очнулось, а тела нет. В целом, это такой психоделический опыт. То есть, я имею в виду, при жизни, если не использовать какие-то галлюциногены, испытать такой опыт невозможно без специальных техник и практик. Можно, например, подобное испытать при холотропном дыхании, при перенасыщении крови, но не было ничего такого. Возможно, можно испытать это при какой-нибудь травме мозга. Тоже ничего такого не было. Лежал на диване, на подушке, все хорошо. При отравлении какими-то веществами, чего тоже не наблюдалось. То есть, это было абсолютно для меня неожиданностью. Когда я почувствовал, что все, я до конца вернулся, я открываю глаза, вскакиваю с кровати, включаю свет. У меня дышка. Я только что пережил какой-то мистический опыт. И буквально через секунду эйфория. Потому что за две недели до этого я услышал о Роберте Алане Монро. Это исследователь подобного феномена, живший в середине прошлого века в Соединенных Штатах. Я услышал о том, что он однажды испытал такой же опыт и потом его 30 лет исследовал. И когда со мной это произошло, я сказал, вау, это существует. Два откровения со мной случились. Первое. Сознание может существовать вне физического тела. Ну, по крайней мере, я так это ощущал. У меня не было тела, но я продолжал бодрствовать. И если это так, значит жизнь после смерти существует. По крайней мере, шанс на то, что она есть, уже более реален. То есть, люди верят в то, что они будут жить, когда тело умрет. Другие не верят в это. А для меня ты теперь не был вопросом веры. Я теперь это знаю, я пережил это. При жизни пережил. Причем это отличалось от всех каких-то религиозных источников. То есть, ничто в литературе не было похоже на то, что я пережил. То есть, неописуемые ощущения. Следовательно, если когда умрет мое тело, я не умру. Ну, блин, это же все меняет. Я имею в виду, вот мы сегодня готовимся к завтрашнему дню. Копим деньги на завтра, обеспечиваем своим детям образование и так далее. Мы думаем о завтрашнем дне. Но очень мало кто из нас думает о дне после завтрашнего. То есть, о дне после смерти. Если ты продолжишь свое существование, это же все меняет. Я имею в виду, а что будет там? Ну, окей, традиционные религии говорят о неком аде и рае. Но я ничего подобного не увидел. И приближенно было ничего подобного. Следовательно, я больше не могу доверять этой информации. Да, и если у тебя будет какая-то жизнь, а как сделать ее лучше? А что такое лучше там? Здесь лучше понятно. Это какие-то материальные ресурсы, положение в обществе и так далее. А там, если у тебя нет тела, а кушай ты там хочешь, как это все работает? Блин, так интересно, так интересно. И второе откровение. Если я вышел из тела, потом вернулся, у меня не ухудшилось здоровье, у меня не поехала крыша, то есть, я остался вменяем, все мои способности ежедневные при мне, то есть, мне не поплохело, следовательно, я могу это сделать еще раз. То есть, я могу еще раз выйти из тела и вернуться. А потом, если надо еще и еще, тем более, я слышал про уже Роберта Мадроу, который научился это делать по собственному желанию. Вот она тема для исследования. И с тех пор я начал познавать мир эзотерики, мистики и магии. Каста — это некая позиция, из которой ты решаешь проблемы. То есть, чтобы понять свою касту, ты должен спросить себя, что я делаю, когда приходит кризис, когда возникает стресс. То есть, где я ищу энергию, где я ищу ресурс, чтобы справиться с проблемой. Работник просто пытается выжить. Он просто делает вот то, что надо, уходит просто в работу. Купец пытается торговаться. Воин борется с проблемой. Терется, сопротивляется. Мудрец обращается к высшим силам и решает проблему через нее. Собственно, этим четвертая каста отличается от всех остальных. Она может взять источник энергии вовне. То есть, или скажем так, вертикали она может взять. В то время, как первые три касты берут энергию в горизонтали. Это сложно сейчас будет для зрителя, но в это нет времени углубляться. В моем сегодняшнем представлении я был сотворен из Творца, но был сотворен вдали от Него. Трудная фраза для понимания, но я думаю, кто в теме, тот поймет. И поэтому интуитивно я хочу вернуться к своему источнику. Потому что вне источника я смертен, но в связи с источником я бессмертен. Потому что бессмертен источник. И, собственно, об этом и есть идея спасения души в христианстве. Только это выглядит немного по-другому, с моей точки зрения. Но не суть. Штука заключается вот в чем. Человек в своей природе больше хочет, нежели чем намеревается. По-другому мы можем сказать так. Человек больше хочет получать. То есть для себя. То есть он как бы тянет этот мир на себя. Я хочу жить определенным образом, выглядеть определенным образом. Хочу себе жену, мужа, машину, квартиру, социальный статус, некое внутреннее качество характера и прочее. Вот я, 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 я. И вот в этом смысле я как бы пытаюсь развиться. Если человек развивается, то он неизбежно приходит к состоянию, когда он перестает быть центром вселенной и начинает видеть некие пустоты в окружающем мире. И он пытается эти пустоты заполнить через, пропуская через себя свое познание Творца. Потому что, чтобы мы не познавали, мы познаем источник мироздания. Не важно как. Через науку мы это познаем, через духовные практики. Но мы пытаемся постичь, собственно, а как вообще все устроено? И из чего все состоит? Получение абсолютно любого опыта – это опыт об этом. Получив должный опыт, у меня появляется способность помогать. Ну, нехорошее слово. Помогать Творцу, да? Ну, скажем, быть просто... Со Творцом. Кто-то сказал, что у Бога нет рук, кроме твоих. Опять же, вот все, что я сейчас сказал, многими людьми я просто понимаю, что это может быть понято так многообразно, так разными способами трактовано. Но я думаю, каждый сам должен прийти к пониманию этой фразы. Если мы спросим, на что вырабатывается у нас тестостерон? Например, на обнаженную женщину. Значит ли это, что мужчина – это тот, кто спит с обнаженными женщинами? Нет. По сути дела, обнаженная женщина является неким триггером, запускающим этот выброс. То есть, как работает мужская половая система? Возникает некая цель, некий возбудитель, и гормон выделяется. И в этом смысле для мужчины этим возбудителем может быть просто задача. Хочу стать президентом. И это возбуждает. То есть, какая-то цель, к чему надо двигаться. И поэтому, что должен сделать мужчина? Он должен почувствовать вот этот вкус. Самое главное – не остаться в области женских юбок. То есть, научиться получать более высокий вкус, чем просто наслаждение женским телом. От какой-то цели, от какой-то задачи, от достижения чего-то, преодоления, познания, исследования. То есть, и в этом предназначение мужчины. И если нету снаружи возбудителя для мужчины, мужчина перестает быть мужчиной. Он не становится женщиной. Но он и не является мужчиной. Вот там сейчас женщины кричат, вот, мужчины перевелись все, их нету. Потому что задач особых нет. Я имею в виду, раньше, ну реально люди боролись за свое выживание. И мужчина являлся очень важным элементом выживания вида. А на сегодняшний день, либо ты сам себе ставишь цель, либо нет. Потому что ты можешь и быть в мужском теле, не мужчиной, и выжить. Ты можешь просто ходить на какую-нибудь простую работу, получать очень там минимальный оклад, и этого тебе как-то будет хватать. С учетом твоих родственников, там, да, и собственного там огорода. И тебе это хватает. Перед тобой нет задачи. Войны не происходит. А если война и происходит, то, как правило, своего врага ты напрямую не видишь. Кнопку нажали, ракета полетела. А раньше люди лицом к лицу. А для этого, блин, яйца нужны. Да? Соблазнить женщину в постель, на сегодняшний день у мамы тоже много не надо. Еще и женщины в первую, как бы, мужчин затаскивают. То есть, секс получить вообще не проблема. Что еще? Цели задачи, я говорю, либо сам себе ставишь что-то, и тогда ты чувствуешь, как в тебе мужское начинает просыпаться. То есть, нет ничего приятнее в теле мужчины ощутить вот эту мужскую энергию. Так же, как нет ничего приятнее для женщины, в женском теле ощутить и женскую энергию. Мне всегда было интересно спросить какого-нибудь человека, кто принадлежит к мировым лидерам. Наш это президент, президент ведущий каких-то стран, там большой двадцатки и так далее. У меня есть вопрос. Вот вы там собираетесь, лидеры государств, да, там, план есть вообще? У всего мира. Я имею в виду, есть план там у нашей страны. У американцев есть свой план, у китайцев свой. Окей, с этим понятно. А вот мы все вместе куда-то идем? Вот у нас есть, вот в целом сообща, или все наши встречи на мировом уровне, это как принять выгоду, как извлечь прибыли из нашей торговли и наших отношений? То есть, как бы, прикол-то в чем? Да, есть куда-то это движение? Я ответа не знаю. Может быть, он, кстати, и есть, но тут мне не хочется уходить в конспирологию и представлять, что есть тайное мировое правительство, которое хочет всех поработить и нажиться на всех, и превратить их в свою систему обслуживания. Поэтому идеальное общество возможно только, когда люди будут идеальны. И тогда плевать. Много наций, одна нация. Много языков, один язык. Кто ты? То есть, я имею в виду, вот когда ты живешь, как ты относишься к своему жилью, к своим родственникам, к своим друзьям? Мусоришь ли ты на улице? Ну, вот что ты делаешь вокруг собственного пространства? Ты же его как-то обогащаешь либо чем-то хорошим, либо чем-то плохим. Но ты влияешь на свое пространство. Поэтому говорить, что кто-то знает, как построить систему, чтобы все были хорошими, нет, не знаю, не могут. Поэтому должно быть возвышение уровня сознания. Каббалисты говорят об этом уровне, как раз, как о приходе мессии, Мишаах. Иудеи думают, что мессия — это некий человек, а каббалисты считают, что это поколение. Просто некое новое поколение людей с высоким уровнем сознания. И тогда все станут братьями автоматически. Имея мужество следовать за собственным сердцем. Слишком много вокруг явлений, людей, которые тебе будут предлагать идти каким-то путем. Услышь свое сердце и наберись мужества за ним следовать. Пофиг, что будет. Итог у каждого одинаков. Все мы там будем. Но прожить не свою жизнь, чужую, это самая большая боль, которую человек может испытать. Когда он поступает не так, как его сердце требует. Но будь так же внимательным. Не обманись. Многие вещи, идущие от твоего ума, будут тобой поняты, как сигнал сердца. Но это обманка. Поэтому услышь сердце и имей мужество за ним идти. Если действительно впустить эту мысль, что возможно у тебя не будет завтрашнего дня, то перед тобой открываются твои истинные вещи. И ты вдруг понимаешь, что не в сладостях дело. Причем под сладостями я, конечно же, подразумеваю множество тех вещей, за которыми мы гоняемся в повседневной жизни. Как все, как статус, твои подписчики, твои деньги, твой внешний вид, то, что о тебе думают люди. И все это начинает просто выветриваться из твоей головы и становиться абсолютно бессмысленным. И ты начинаешь по-настоящему слышать себя. И тут вдруг возникает, что всю свою жизнь ты просто выполнял то, что делают все. Гнался за тем, куда гнались все, для того, чтобы быть частью вот этого стада, частью того, что сейчас в тренде, частью системы. И никогда не слушал свое собственное сердце, что оно тебе говорит. И вот от этого умирать очень обидно. От того, что ты был всего лишь результатом рекламы окружающей системы внутри тебя. А вот тут ты начинаешь слышать себя, что ты по-настоящему хочешь, а времени нет. И живи сегодняшним днем. Означает, что впусти в свою жизнь смерть, почувствуй, что да, у тебя может не быть времени. и выкинь весь этот мусор из головы. Делай то, что исходит из твоего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok